Коллеги, добрый день! Меня зовут Бабин Ярослав и в PostDev Technologies я занимаюсь анализом освещенности бизнес-приложений, ВДБО, банкоматов, специализируюсь немного на пентестах, также занимаюсь социотехническим тестированием и всем этим я занимаюсь уже более пяти лет. Сегодня я решил сделать небольшой воркшоп по тому, как проходят целевые атаки, как выглядит ДПТ со стороны как злоумышленников, так и со стороны на спинтестер. То есть самые простые кейсы о том, как злоумышленники попадают в сеть и развивают свою атаку внутри сети. То есть цель воркшопа именно показать на конкретных примерах, как выглядит обычная простая атака со стороны атакующего. В данном воркшопе будет несколько этапов. Первый этап – это поиск учетной записи какого-либо сотрудника, какой-то компании, затем проникновение в сеть банка, эксплуатация некоторых уязвимостей, и затем через инфраструктуру банка попадание в сеть банкоматов. Для участия вам потребуется ноутбук, и Wi-Fi называется ПТ Воркшор, так что можете к ней подключаться. Ваша цель – найти учетную запись сервисной компании ATM, затем после этого попасть в инфраструктуру самого банка, собственно, и затем на сам банкомат, где запустить мальвар, который вам выдаст деньги. Если будут какие-то вопросы, то я рад помочь буду. Банкомат не привезли, да, поэтому там такая эмуляция получается. Ну, тут все сугубо эмуляция и… Денег нет. А есть кто-то с ноутбуками, кто хочет поучаствовать? Тогда можете поближе садиться. Больше нет желающих? Все без ноутбука? Я просил предупредить, но… Предупредили? Если что, то я как бы сам могу все это показать и рассказать. Давайте так тогда. Так, ну хорошо. Значит, первым делом у нас есть учетная запись сервисной компании. Это какой-то УВ Иванов. И первая проблема того, что служба безопасности сейчас не мониторит свою инфраструктуру, все, что происходит внутри сети, но не всегда они видят то, что происходит на внешних ресурсах. Часто политикам безопасности или просто предупреждают сотрудников о том, что их учетные записи, там, почту их и пароли не стоит использовать на внешних ресурсах, только на корпоративных или локальных. Однако это не работает, потому что, если посмотреть на то, какие данные утекают в сеть, после каких-то больших взломов, там, LinkedIn, Dropbox и так далее, часто видно, что все спокойно используют свои учетные записи на сторонних ресурсах. И мониторинг таких ресурсов позволяет попасть уже в инфраструктуру сети заказчика без каких-либо проблем. То есть у нас есть уже логин и пароль, и модель нарушителей меняется от внешнего к внутренней. Тут, например, если вы видите, часто базы, которые слили, выкладывают на специальных ресурсах, такие как LiquidSource или ВеликИнфо, где собирают огромные базы утекших данных. Но точно так же они встречаются и на постебинах, и на гитхабах, и вообще где угодно. Ну, вот пример, учетная запись как раз-таки инженера какого-то из компании ATM, Вейванов, и рядом пароль, который утек в сеть. Ну, это прям совсем как пароль. Нет, если он не утек, то в сеть можно попасть другими способами. Я показываю самые простые примеры и самые распространенные на пентестах, потому что часто мы не можем как-то пробиться в инфраструктуру, но так или иначе мы находим какие-то либо слитые пароли в каких-либо базах данных, либо подбираем их сами. Как обычно работают политики по смене пароля? Раз в полгода или раз в три месяца пользователи должны менять свой пароль на новый. И что происходит при этом? К своему паролю добавляются там одна ли цифра, буквы и так далее, и нам облегчает это перебор пароля. Если это не всегда работает в любой сети, и на опыте могу сказать, что это не всегда так. Если стоит, например, менять каждый месяц и хранить историю 20 паролей предыдущих, то вам будет не помочь? У нас был такой случай, когда стандартный пароль, который ставили всем пользователям, был время года и год. То есть мы нашли пароль весна 2016, и как бы пентест был осенью, поэтому попробовали осенью 2016, и он подошел. Собственно, вот на такой элементарной логике часто мы можем проникнуть в сеть. Ну это прям примитивный пример. Естественно, как бы бывает, что и сложнее, и через веб мы проходим как-то, или еще через какую-то инфраструктуру. Бывает, что это через какого-то субподрядчика, если он в скопе у нас. Поэтому, все случая к случаю. И раз у нас есть креденшалы от почты, то с ней можно попробовать залогиниться. Естественно, на пентестах чаще всего согласовано так, что почту, естественно, заказчика мы читать не можем, и каких-то сотрудников, чьи утекшие данные мы и нашли. Поэтому, ну а там есть другие способы, через которые есть возможность выполнить какой-либо сторонний код, зная пароль, не читая почту. Что-то не так пошло. Ну, тут условное письмо от какого-то человека. По содержимому понятно, что он как-то связан с компанией Винкорниксдорф, или просит какую-то конфигурацию получить, или еще что-то. И просит прислать ссылку. Обычно апдейты на рабочих станциях сотрудников стоят, но либо сотрудник может использовать внешнюю почту стороннюю, то есть политики на нее действовать не будут. И точно так же просматривать его со своего рабочего места. Что мы можем сделать? Например, допустим, пусть у него будет стоять какой-либо уязвимый софт на его системе. Эксплойт под интернет-эксплор, например, 11-й, 9-й или 10-й, не суть. Я у себя на уязвимой системе развернул как раз-таки версию с уязвимым интернет-эксплорером, и попробую этому человеку отправить ссылку на него. Скажите, а вы коротко прощупываете, по-другому зрению, на какой у него софт? То есть, или условно показать, что ты в надежде, что он такой и выгодный заинк? Я понял. Часто при социотехническом тестировании мы делаем предразведку, где по какому-то скопу людей рассылаем, например, на 10 адресатов и смотрим версии Microsoft Office, которая у них установлена, браузером, которым они пользуются. Ну, чаще всего там... Это все-таки интернет-эксплор, как какая-то политика. Что? Вот делаете вы когда-то, подвергаете какую-то отбивку, получается, с места? Да, просто собираем юзер-агентом или еще какую-то информацию, где уже конкретно смотрим. В тот случай, когда спонтартизация по вырезке, то есть вы у каждого стоите запад. Да. Все в разные версии, вы у вас запачиваете. Так видно? У себя я поднял нет-карт на порту, чтобы в ответ на это письмо, если человек прочитает и перейдет по ссылке, то у меня откроется B-Connect с... Ну, обратный шелл с его компьютером. И отправляю ссылку. Я так понимаю, там вместо локального адреса должен быть... Да, да, да. Внешне, чтобы открыть, я просто у себя всю систему развернул. И в ответ мне пришел B-Connect как раз-таки с рабочей станции пользователей уже в сети условно банка. Вторая популярная проблема – это то, что пользователи хранят свои пароли в удобных заметках, на рабочих столах, в офисных документах и так далее. Иногда бывают даже ситуации, когда мы мониторим, например, Инстаграм или ВКонтакте сотрудников по GPS-координатам и видим фотографии рабочих столов, где приклеены стикеры с какими-то данными. Пароли не встречаются, я согласен, но встречаются либо какие-то внутренние номера телефонов сотрудников, адреса, еще какая-то информация конфиденциальная. Ну и здесь по такому элементарному кейсу на рабочем столе лежит TMTXT, где будут лежать, собственно, доступы к радмину на банкомате. Вы подумаете, что, ну, такого не может быть, однако часто при анализе защищенности мы видим, что инженеры ставят себе весь софт, который будет им удобно использовать, и на банкомате, кроме того, ну, кроме банковского программного обеспечения, которое должно быть, стоят еще всякие радмины, какие-то PHP, версии Java непонятные, старые. В сеть торчит куча у портов, то есть, возможно, смешки они недоступны, но если вы окажетесь во внутренней сети банкомата, а это можно сделать как физически, если вы рядом с ним находитесь, так и удаленно, то точно так же получаете, можете получить доступ к этому банкомату. И, собственно, все, что остается сделать, это подключиться с этими креденшалами на сам банкомат. Здесь я... Это понятно, и в принципе, калий, и еще какие-то банки. Да, ну, смотря для чего, там для анализов еще на сетевое приложение, там одно, для инфраструктурной, да, это в основном калий, линукс. Еще раз. Да, инфраструктурная вещь. Да, в основном калий, линукс, вайршарк, метасплойд. То есть, все ограничивается в основном этими утилитами. Если что-то нужно, то это пишется либо вручную, на скриптах, ну, либо как-то автоматизируется какими-либо сторонними утилитами, да. Самое простое. Это уже, собственно, сам банкомат. И... Я думаю, все слышали про такую тулзу, как котлетмейкер, недавно. Ее слили в сеть, ну, или как, ее продавали там по тысяче долларов, и все, любой там, любой троповод или дроп мог легко пойти сам и подойти к банкомату и снять с него деньги. А вы как? В сервисном плане. Вы имеете в виду режим киоска? Режим киоска обходит за элементарным файзингом клавиатурных нажатий. Часто запрещают такие комбинации, как Ctrl и Delete, Ctrl и Escape, которые сразу выдают. Но оставляют, например, F1 или Shift F10, которые на экране, поверх всего, могут отображать какие-то сервисные приложения. И из них вы уже получаете доступ в Explore, ну, Explore.exe, и из него есть возможность запускать CMD. То есть чаще всего мы делаем такое устройство, которое будет эмулировать огромное количество нажатий клавиш, просто вставляем его и смотрим, какие отработают. И после них уже, ну, дальше открываем командную строку. Вот, собственно, приложение Cutlet Maker. Говорит о том, что в пятой кассете у нас есть 2000 банкнот. Обычно это работает так. Люди смотрят, если у них есть огромная сетка банкоматов и какой-то определенный номер, они просто ищут человека, который подойдет в нужное время банкомату, и в этот момент отправляют команду в XFS на выдачу его денег. Купер. Ну, вот, собственно, и все. Да. Но сыпятся они там с ограниченным количеством купюр, поэтому выводят максимальный номинал и максимальное количество, и сразу выходит. Тут, ну, типа не больше, там, 5-10 минут. Как раз время, когда должна служба безопасности приехать. Собственно, какие проблемы связаны с этим? Во-первых, да, это парольная политика. Ужесточение ее и организация того, чтобы пользователи все-таки не ставили одинаковые пароли на сервисах. Запрет использования учетных записей корпоративных на каких-то внешних ресурсах. Затем это мониторинг, кроме как своей инфраструктуры, мониторинг еще и каких-то внешних ресурсов, где вытекают данные. Это какие-то форумы, где, ну, андеграунд-форумы обычные, подземные, где тусуются хакеры. Плюс, естественно, своевременное обновление ПО и корректная конфигурация именно всех политик безопасности, связанных с программным обеспечением. Какие решения могут быть связаны с этим? Это, собственно, да. Если это банкомат или рабочая станция сотрудника, то правильно использовать на ней политику меньших привилегий, когда пользователю урезается вообще все по минимуму. То есть никакая обстановка какого-то другого программного обеспечения, только если это можно через политики накатать. Затем это обучение сотрудников в вопросах информационной безопасности, постоянные тренинги о том, какие письма можно открывать от каких-то адресатов, как проверить то, что это он. Использование средств защиты – это песочницы, антивирусное ПО, application control, которые тоже не дадут запустить какое-то вредоносное программное обеспечение, как и на рабочей станции сотрудника, так и на банкоматах. На банкоматах это, естественно, в первую очередь. Собственно, я показал пример с запуском стороннего программного обеспечения, но чаще всего на банкоматах все-таки устанавливают какие-либо средства защиты, такие как, например, application control, и просто так вы на них какое-то стороннее приложение не запустите. Но у нас есть большое количество исследований, связанных как раз-таки с этими application control, и по ним видно, что application control тоже еще недостаточно развитая сфера, и в них содержатся как и уязвимости, так и возможные способы обхода запуска этих приложений. Ну и, собственно, да, это постоянный анализ защищенности вашего периметра, внешней инфраструктуры, внешней инфраструктуры и социотехнические тестирования. У меня все. Спасибо. Собственно, еще можно добавить введение второго фактора. Да. Из внешнего периметра. Да, вне. Даже зная пароль, или он не работает, или нельзя было просто так его убить куда-нибудь? Согласен. Да, у нас часто были проблемы, когда мы находили подходящую учетную запись, и на некоторых сервисах, такие как, например, Skype для бизнеса, когда он доступен из внешки, можно было зайти в эту учетную запись. однако по РДП подключиться или еще каким-то сервисам уже было невозможно. И это сильно ограничивало нас в этом. Скажите, пожалуйста, с точки зрения от истории, вы пишете свои или нам потратят истории в ADB, в ADB? Зависит от того, ну, своим и не пишем, потому что исследователи у нас немного другим занимаются. В основном мы смотрим, если это какая-то уязвимая версия Е, и если у нас, если мы, например, просто у заказчика спрашиваем, какие там обновления последние у вас стоят, когда вы их накатывали, мы можем примерно прикинуть, какие эксплойты могут пройти у нас. То есть вы изготовлены используются? Да. А скажите еще, с точки зрения металлогии, да, есть сайты MailChain, есть ITT, SK, Admitter. Вот вы их удерживаете, да, то есть, если я не там, если я вижу, здесь это похоже, или у вас есть какой-то свой подход? Как вот пошагово вы развиваете атаки вне зависимости от целевого объекта? Вообще пошагово я... Раньше я сам как-то, ну, в голове не особо держал всю эту мысль, то, что нужно развивать именно в такой последовательности, и, ну, просто вижу то, что здесь я могу сделать пробив, и, ну, сразу захожу. Но в последнее время как-то все-таки уровень ИБ немного стал повышаться, и все сложнее, поэтому мы делаем, ну, в основном самое главное при анализе защищенности или пентестах – это сбор и информации, и разведка. И с нее мы получаем, на самом деле, огромное количество пользы. И, да, все остальные этапы тоже, ну, стараемся именно выдержанно проходить от одного к другому. А с точки зрения этапа уделили доставки, да, у вас в основном это фишинг через почту, то есть вы заставляете человека пройти по ссылке в письме, или там открыть вложение, или что-то еще из-под? Как правило, работы по социотехническому тестированию, пентесты у нас разделяются, и социотехническое тестирование проходит именно в рамках того, что мы смотрим просто открылые пользователи вложения, то есть там никаких предоносов нет. Да, то есть вы делаете вот так. То есть эта техника заканчивается на факте клика или открытия? Да, открытия ссылки. Нет. А почему? Заказчики в основном против. Так, ну, некоторые хотят и делаем, но это редкость. Спасибо. Если нет вопросов, то спасибо большое. А у вас был удар в вызовах, скажем, на заявку? Тут было больше, имелось в виду то, что это именно типовая атака, как АПТ, то есть на месте лурка могло быть и карбонак, бахтрап и так далее, то есть к лурку тут такая себе привязанная. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.